всем привет вы на канале тихая охота сегодня 25 декабря скоро зима все равно вступит в свои права надо успевать пособирать еще зимний опенок вешенку и другие грибы и вот отсюда начинаем на вербе зимний опенок можно его даже вот так вот есть все дома ножки обрежу думаю проще этим заниматься все сейчас вот эти вот они так и сейчас идем дальше я как мне показалось отсюда заметил вешенку сейчас здесь по кругу просмотрим метод а там он на дереве сейчас ближе подойду вешенка это не похоже на тротовики да когда-то на этом дереве находил вешенки но больше на нем так и не выросла вешенок да с этой стороны тоже все сейчас идем дальше смотреть что есть встречается вот и вешенка на деревьях грибы с темными такими оттенками потому что сейчас холодно тут же здесь на этой же валежине есть и зимний опенок вот здесь под корой вырос вот вершинку и опенка покрупнее шляпки сейчас заберем остальное пускай растет я уверен зимние вот теперь все равно еще будут прям мороженые подмораживает сейчас даже вот на дне ведра было немножко воды и вот она схватилась нас утра еще тепло было вот уже похоже у нас воронежской области откипели заканчиваются скорее всего а может еще и потеплее будет попозже непредсказуемая нынче погода вот еще немножко прошел и здесь вот вешенка лезет везде по дереву и также здесь и вот она вот прям маленькие грибочки сейчас аккуратненько то их даже они подморожены их можно руками руками наломать зимний опенок сейчас практически на любой валежине можно найти в основном конечно грибы мелковатые вот эти вот уже начали гнить да уже практически сгнили и стоит все таки быть осторожным потому что временами хоть галерина окаймленная в основном растет на сосновых валежинах но бывает иногда она попадается и на лиственных породах деревьев мне она попадалась например на ольхе хотя и в небольших количествах там 12 грибочка много не будет но этого может и хватить поэтому внимательно собирайте разглядывайте что вы нашли сейчас я такие покрупнее грибочки возьму мелкие также оставлю вот в таких местах вот когда вы подходите сухие деревья стоят без коры надо подходить и вот такие вот деревья осматривать на предмет фламмулины вот вот грибочки найти в основном вот этот старый уже сейчас я посмотрю что из них можно ну по большей части лучше брать вот такие молодые вот из этих вот эти можно взять например вот этот можно взять грибок вот под ними тоже есть все идем дальше вот на подходе вот сейчас может кто уже разглядел там он фламмулина вот они вымахали грибочки сейчас по кругу пройтись посмотрим может еще есть в этом месте были опята в ноябре а потом здесь так вот по чуть-чуть иногда появлялись но практически не было грибок вот я сегодня пришел давненько давненько я не проверял это дерево здесь они вот вымахали и вон там он есть сейчас я вижу я это дерево не обошел по кругу вот там тоже есть зимняя пена вот они все сейчас будем брать грибы зашел местечко такое вот я сюда никогда не заходил как-то мимо обходил это место и вот здесь прям валежина подзаросла примут опенком зимним красавчики стоят попадаются еще иногда при сборе грибов вот такие вот грибы с трубчатым строением снизу на обычно лиственных породах деревьев мертвых деревьях на валежине деревьях погибших часто и на ольхе и на вербе можно встретить вот это трудовик каштановый каштановый он называется как мне кажется больше из-за своего цвета молодые грибы очень даже красивые причем гниют эти грибы очень долго поэтому его можно встретить и зимой и весной и летом но они больше они больше растут прохладное время года осенью октябрь к примеру вот ноябрь грибы молодые когда они очень красивые я думаю до сюда фотографию приложу в молодом виде этих грибов в данном случае 2 трубчатое строение как у какого-нибудь там например масленка и при этом эти трубочки не сбегающие на ножку прям гриб несъедобный в силу того что он очень жесткий я даже как-то пробовал его ножом разрезать очень очень жесткий тугой гриб идем дальше я многие опята не снимал просто попадались там местами по чуть-чуть вот а вот такие вот большие колонии опят я всегда снимаю и фотографирую вот вот они вот вот опять а кто-то здесь ходил их посрезал и побросал хуже люди смотрят видео книжки приходят собирать срезают потом бросают сомневаются по-видимому брать их или нет вот кто-то нарезал их и вот они лежат какой смысл если сомневаешься их срезать и бросать они не понимаю вот их тут полно надо быть осторожными вот с такими вот опятами то есть это конечно зимний опенок в данном случае и он бывает вот так вот на почве на ветках бывает на корнях один-два гриба могут расти всего лишь и если вы не знаете не различаете их и галерину окаймленную то здесь вы можете очень сильно ошибиться если вы плохо знаете зимние опята и галерину то вот такие грибы обходите стороной но я их заберу потому что все таки это зимний опенок и вот тут семейка такая прям 44 гриба мне галерина попадалась сросшиеся пять грибов здесь тут же рядом вот еще один вот он один растет один вырос так же как и галерина может вырасти один всего лишь на какой-нибудь ветки вот он еще вот фламмулина вот три маленьких грибочка вообще если присмотреться нет здесь вот в данном случае всего один гриб и рядом даже и маленьких никаких не росло вот здесь еще вот фламмулина три грибочка также может расти и галерина 1 2 3 грибочка 4 вот в такие моменты нужно быть очень аккуратным вот еще мне встретилась фламмулина у меня на канале есть видео где я находил фламмулину не местах где косят сено я там значит раскапывал эти места ну так слегка глубоко не копал там не было ни коры не веток не корней деревьев и вот и были такие значит споры что все таки нужны ветки хора там корни ну древесина но на самом деле если почитать о том как выращивают в искусственных условиях этот опенок то его выращивают например на рисовых или пшеничных трубях на соломе так же как и вешенку ну часто и на опилках и и на трубях по разному в общем там есть разные способы и в таком случае если почитать об этом и зная это ничего удивительного не будет в том что этот опенок вырос где-то вместе где косят сено где очень много сухой травы в почве в верхнем слое почвы тем более есть и такие травы у которых очень мощные корневища которые тоже нужно кому-то каким-то грибам перерабатывать тем более сейчас в это время года очень мало грибов которые могут расти просто на почве я надеюсь я объяснил почему они выросли на лугу и так идем дальше попались вот такие вот здоровяки зимние опята такие мне попадаются я бы сказал очень редко сейчас срежем вот у них вот такие огромные ножки мощные выросли на корнях вот еще один вон тоже такой стоит рядом поменьше грибочки вот это вот фламмулина эластика крупные такие грибочки так ножки естественно ножки отрезаем все шляпки такие возьмем хорошие такие вот шляпки ну и вот эти маленькие сейчас более-менее вот покрупнее тоже сейчас срежу заберу и так поход за грибами практически завершён а тут мне попался трутовик чешуйчатый гриб старый молодом возрасте он съедобный сейчас его уже молодом возрасте встретишь тихая охота у меня прошла удачно скажем так сегодня были заморозки ну заморозки какие как бы волной пола полосами прошли часть грибов замерзшие и я их даже многие просто ломал часть срезал попадались мне и замерзшие опята зимние аурикулярия ухо видно тоже по замерзала их тоже ломал вешенки очень много замерзший тем более вешенка она как бы так повыше все-таки растет редко по низу поэтому я вообще очень много мерзлой попадалось так вот его отлой отломим ножку срежем набрал почти пол ведра ведро 15 литровая как бы верхняя эта часть конечно пошире но все равно брал значит такие вешенки я отламывал почему я отламывал мне нужны сейчас вот такие вот части вот это вот мицелий вот это вот белое такое как плесень это мицелий вешенок я смотрел различные видео почитал немножко я не пробовал их никогда выращивать вешенки и вот хочу так сказать первый опыт приобрести по выращиванию вот этих грибов нужно вот эта часть старые грибы я думаю обрезать вообще не буду прямо так буду в мешок складывать думаю сделаю один мешок буду выращивать на сене добавлю туда веток немного там щипы из различных лиственных деревьев коры по большей части это будет сено все это слегка прокипячу немного подсушу воду солью попробую в общем все это совершить сделать там в дальнейшем как это все я буду делать я буду снимать видео смонтирую выложу на канале и покажу что у меня было что потом получилось буду снимать всем удачной тихой охоты пока пока